Друзья, добрый день! Расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе. Что это за конкурс? Кто его аудитория? И какие цели вообще перед ним стоят? Ну, вообще, конкурс «Ты лучший» входит в такой проект, общественный проект «Аллея спортивной славы», который стартовал у нас в 2017 году. Первым мероприятием, которое мы провели, был конкурс «Общественное признание. Любимый тренер». Зарегистрировалось порядка двух тысяч тренеров государственных и не государственных спортивных организаций. И, проводя этот конкурс, проголосовало порядка 50 тысяч человек. Впечатляет масштабно. Да. Вторым мероприятием, которое мы провели в начале этого года, был проект «Мы команда». При поддержке Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике участвовало более 200 команд и проголосовало где-то 30 тысяч человек. И 9 сентября стартовал конкурс «Общественное признание. Ты лучший». Он будет проходить, уже проходит с 10 сентября по 20 ноября. 20 ноября будут подводиться итоги, и 29 ноября будет идти награждение участников. Кто эти люди, кто принимает участие в этом конкурсе? В принципе, у нас конкурс идет народного признания. Участники могут быть любые спортсмены в возрасте от 14 до 35 лет. Ну и самое главное – поддержка со стороны. Чем отличается наш конкурс от остальных? Здесь именно происходит общественное голосование. Люди будут, скажем так, награждаться и поддерживаться не за счет своих спортивных достижений, а самое главное – человеческих качеств. Да, своих человеческих качеств. А по какому принципу поделены эти люди? Это по возрастной группе, по направлениям спорта, еще по каким-то характеристикам? Видов спорта достаточно много. Они объединены в 18 номинаций для удобства. К примеру, зимние виды спорта, водные виды спорта, технические. И уже вот в этих номинациях будет идти голосование. Любой, кто поддерживает, просто регистрируется на нашем сайте «Ты лучший РФ», где будет происходить голосование. А есть ли какие-то виды спорта, которые пользуются наибольшей популярностью? Ну вот вы сказали про 18 групп. Вот за эти два года, которые у нас идет, проходят наши конкурсы, чаще всего, ну, самые активные, скажем так, это восточное единоборство, бокс, борьба. Ну, наверное, люди просто сами по себе, по духу, такую жизненную активную позицию. Если мы говорим про спорт такой массовый, может быть, у вас есть какие-то отдельные номинации или направления, связанные непосредственно с уличными видами спорта? Или это все только классический спорт, скажем так? Я бы сказал так, что у нас не стоит задача именно пропаганда каких-то олимпийских видов спорта. У нас происходит, ну, во всех наших конкурсах, которые мы проводили, регистрируются любые участники. Естественно, комитет по физкультуре и спорту предлагает очень большое количество и дешеров, и своих каких-то подведомственных учреждений, да, и, соответственно, тренеров, которые там преподают, но и проводится голосование тех людей, которые самостоятельно преподают. То есть не государственных учреждений, да. И вот как раз благодаря, наверное, участию не только, вот, я бы сказал, государственных, да, а и негосударственных, наверное, создается массовость. Я так понимаю, у нас есть ролик о старте этого проекта. Давайте посмотрим и обсудим, что же там было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А расскажите, что это было за мероприятие? Это самое большое мероприятие, проводимое Комитетом по физкультуре и спорту. Ежегодно это уже 13-е. Выбираю спорт. Вот как раз на этом мероприятии здесь колоссальный проход. За два дня проходит порядка 50 тысяч человек. Вот на этом мероприятии был анонс нашего нового конкурса «Ты лучший». Павел, я так понимаю, вы один из, в некотором смысле, апологетов массового спорта. Как вообще в Петербурге обстоят дела с массовым спортом? Как привлекать людей в эту сферу? На самом деле спорт у нас в городе развивается, активно развивается во всех направлениях. И я бы хотел к конкурсу вернуться чуть-чуть к прошлогоднему. «Лучший тренер». Сейчас являюсь заместителем директора в комплексной школе высшего спортивного мастерства. И когда на сцене, награждая единоборство, я затем увидел представителей фехтования, и оказался тренер из нашей школы. И потом я с ней общался и обсуждал этот конкурс. Она была очень довольна тем, что победила в этом конкурсе. Зачастую мы видим и слышим тех тренеров, которые занимаются ребятами высшего спортивного мастерства. Они на виду, они на слуху. Это футбол, это баскетбол, это олимпийские виды спорта. А тренеров, которые ведут ребят на этапах начальной подготовки или на тренировочных этапах, их зачастую сообщество, общество не видит. Редко мы о них слышим. И когда она была очень удивлена, когда увидели ее дети портрет на Синой, на станции метро. И то есть они такие в восторге были, радостные. То есть это признание таких заслуг определенных, заслуг со стороны учеников, со стороны родителей. И я понимаю ее радость, удовлетворение от того, что она одержала эту победу в конкурсе. И вот конкурс «Ты лучше!» он тоже несет в себе такую интересную массовую составляющую. Не каждому дано поддержать победу на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, но заявить о себе, о своих возможностях возможно. То есть это такая пропаганда массового спорта? Да, это пропаганда, это лишний раз мы говорим о позитивных вещах, о спорте. Это, опять же, победители, участники конкурса собираются на итоговой, завершающей части, где происходит награждение. Это, опять же, возможность пообщаться в неформальной обстановке, в праздничной обстановке. Это здорово. Это укрепление связи между разными видами спорта. И это дорогого стоит. Вы обратили внимание на тренеров, которые занимаются начальной подготовкой. Какие усилия необходимо принять там обществу, государству для того, чтобы повысить престиж этой специальности? И вообще, как сейчас, по-вашему, состоит в городе обстановка вот с этими массовыми тренерами? Есть ли они, нужны ли они еще? Есть ли дефицит их? Ну, конечно, каждый вид спорта имеет как свои там проблемы, не проблемы. Но, по сути, все эти вещи, они развиваются. Есть тренеры, конечно, которые занимаются начальной подготовкой. Структура выстроена в городе, и работа ведется. Итог и результат — это медаль на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы. Они же не берутся, сразу вырастают чемпионами. Они проходят путь от ребенка и вплоть до спортсмена высшего спортивного мастерства. Поэтому в городе очень много школ, спортивных школ Олимпийского резерва. С января этого года перешли на спортивную подготовку. Город наш перешел. И тенденция к развитию, она видна. Город развивается, спорт развивается, массовость на самом деле растет. И разные виды спорта можно смотреть, единоборство, не единоборство. Родители сейчас понимают, что детей необходимо просто везти в спорт, отводить на занятия, чтобы там они получали тот объем нагрузок, тот объем физической, двигательной активности, которой им не хватает сейчас. Может быть, есть, тем не менее, какие-то структурные проблемы, связанные с развитием массового спорта? Не знаю, там не хватает беговых, велодорожек, не хватает тренеров или так или иначе? Знаете, кто ищет возможность, он ее находит. Кто ищет оправдание, он найдет оправдание, что не хватает дорожек, не хватает тренеров. Однозначно, те люди, которые хотят отдать детей в спорт, они готовы в 5 утра вставать, везти их в хоккей играть, борьбой заниматься. Те, кто не хотят, они найдут ищу обоснований, чтобы не повезти. Тяжело, далеко, неподходящие условия. Никто не говорит, что человек приходит в спорт, и это легко. Легко достигать результатов. Как раз таки спорт, это через пот и кровь происходит достижение. Возьмите любых наших олимпийских чемпионов, какой путь они прошли. Травмы, неурядицы, проблемы. И зачастую олимпийские медали куются через такие очень большие преграды. Какие, в вашем понимании, спортивные школы в городе наиболее сильные? Ну тут, знаете, некорректно говорить, какие сильные, чтобы никого не обидеть. Все нравятся вам? Все нравятся. Мне главное, чтобы люди работали, понимали, что они делают. И у нас, в принципе, очень много направлений развивается в городе. Поэтому город у нас федерального значения. Николай, у нас есть что-то проанализирование? Преподавать не могут люди, не горячие своим делом, не любящие свое дело. И, естественно, они не смогут зажечь тот огонь и достичь результатов вместе со своими учениками. Если не зажгут своих учеников. Поэтому я думаю, что все тренера — это особенные люди. Ну то есть подвижники такие. Это подвижники, да. Это подвижники. Естественно, у многих это и работа. Но эта работа сложилась также из любви. И когда-то все начинали заниматься спортом, очаровались тем, чем они занимались. Лыжами, плаванием, кто-то борьбой, боксом. И вот эта любовь, она сейчас передается своим ученикам. По-другому, я думаю, что нельзя. То есть перед детьми невозможно, скажем так, где-то схалявить, где-то обмануть. Они чувствуют, они видят. И только горящие люди, любящие свою профессию, смогут передать что-то подрастающему поколению. Зарядить спортсменов на какие-то достижения, на изменения в себе внутренних каких-то качеств. Вот, наверное, такой несколько странный вопрос. Я адресован к вам двоим. Мы сейчас говорим про людей, которые приводят своих детей в спортшколы. Как, в вашем понимании, сейчас обстоит ситуация с базовыми историями физкультуры в школе? Потому что я знаю, что в определенное время считалось не очень модным туда ходить. Есть ли сейчас социальный запрос на улучшение спорта именно школьного, который является обязательным? Я могу судить по своему ребенку. Он, кстати, занимается легкой атлетикой. В сборную города входит по бег с барьерами. Что касаемо развития в школе, оно есть. Тут, наверное, нужно все-таки больше взаимодействовать, ну, скажем, такой диалог с родителями. В школе преподаватели не могут за 45 минут, за два урока что-то вложить и дать ребенку внутренние какие-то качества. Вот, к примеру, в нашем центре проходит обязательно, ну, предлагаем родителям пообщаться с преподавателями из Герцена по поводу взаимодействия. Как развивается личность ребенка. Тут, наверное, больше нужно обратить внимание, что не только тренер что-то дает и готов ребенка поменять, помочь ему зайти на пьедестал или достичь каких-то внутренних качеств. Но обязательно должна быть работа, ну, какая-то взаимосвязь с ребенком дома. Без этого, я думаю, не получится. Наша стыковка образования, только когда мы будем едины. Должно идти от родителей. Родители, ребенок, вот эти три составляющие, когда они будут смотреть в одну сторону и хотеть, ну, развиваться и думать об одном, тогда будет возможно развитие. В вашем понимании дал ли чемпионат мира толчок к развитию какого-то спортивного? Вся страна ощутила себя единой командой. Вот у нас как раз проходил конкурс «Мы команда». Уже на завершающей стадии мы пригласили выигравших участников приводить с собой 9-10 человек. Ну, такой небольшой регламент. А в итоге пришли все команды. То есть, можете представить себе, у нас мероприятие проходило в Атриуме Петропавловской крепости. Ну, это очень большое помещение. Это очень большое помещение. Оно изначально было у нас рассчитано, вот, ну, на, скажем так, на определенное количество, а пришло в два раза больше народу. И никто не считал себя обиженным или вот как-то вот места не хватило. Все после мероприятия выражали, ну, просто восхищение и благодарность, что получилось пообщаться, посмотреть друг с другом. Вот как раз я хочу сказать, что такие мероприятия общественные, да, они объединяют народ очень сильно. Как чемпионат мира по футболу объединил страну, мы болели за своих. И также, в принципе, то, чем мы занимаемся. Правильно я понимаю, что, исходя из нашего с вами диалога, что есть необходимость некого такого межвидового общения, неформального. И есть определенный социальный запрос, что хочется посмотреть, что же происходит с соседних видов спорта. Ну, я думаю, что все тренера знают друг друга в городе, но при очень такой плотной загрузке, вот как раз можно или пообщаться, или на соревнованиях. Ну, это как раз, получается, узконаправленное, да. А на таких вот общественных мероприятиях общаются все с друг другом. Не только бокс-боксом, борьба с борьбой, там, плавание, гребля, а люди видят друг друга. Также приходят ученики посмотреть, их тоже это заряжает. Потому что у нас, например, на награждениях присутствуют и олимпийские чемпионы, и с которых мы, по сути дела, берем пример и наши футболисты. И по всем видам спорта, скажем так, наши герои, из которых мы берем пример, заряжаемся, благодаря их победам, они присутствуют, проводят награждения. И вот как раз, наверное, это и является объединяющей частью, ну, заряжает народ. Я думаю, так. Павел, к вам вопрос. Вы, как многократный чемпион, как такой лидер во всем в спортивных достижениях, могли бы ли вы дать какие-то советы тем, кто только приходит в спорт, как правильно себя мотивировать, как настроить себя на победу и как, несмотря ни на что, достигать успехов? В чем секрет? Ну, если мы говорим, кто приходит, это, скорее всего, дети. И тут самое главное, секрет, наверное, мне кажется, кроется в таком конструктивном подходе, когда есть у нас треугольник. Ребенок, тренер, родитель. Вот если родители не хотят поддерживать ребенка и вести его к победам, то и тренер, в принципе, зачастую один. Очень сложно будет ему провести весь такой спортивный жизненный цикл одному без поддержки родителей. Главная такая, наверное, мысль, посыл для родителей, для детей. Если выбрали путь какой-то, продолжать по нему идти, если видят, что, конечно, получается, и есть возможности генетические, да, подходит, способно добиваться, несмотря на неудачи, на поражение, потому что зачастую побед не бывает без поражений. Как ни парадоксально. Мы как бы не приходим и сразу не побеждаем. Это проходит огромный период. А есть ли понимание, ну, такой, может быть, тоже своеобразный вопрос. Есть ли понимание, как правильно понять, достиг ты своего потолка или нет? Ну, особенно, если мы говорим со стороны родителей, которые привели свое ребенка, и у ребенка раз за разом что-то не получается. Есть, может быть, какие-то маркеры или еще какие-то неформальные? Мы же знаем, что вообще возможности человека, они безграничны. И каждый раз, сталкиваясь с каким-то препятствием, ты, если его превозмогаешь, ты на ступенечку выше становишься. Каждый раз ты шагаешь. Маркеров, я думаю, нету. Есть только, знаете, характер, сила воли, целеустремленность. И все берется, знаете, из мечты. То есть мечта в детстве появилась, и человек уже, имея мечту, начинает выстраивать свой жизненный цикл. То есть что он хочет от жизни получить? Ставит цели, ставит задачи, выполняет. Ставит цели, выполняет затем задачи и идет к своей мечте. И только, имея мечту, человек чего-то может дойти. То есть самая главная мечта? Ну, в целом, да. Если мечты нет, если нет такой цели, куда идти, вектора, то тут можно идти в никуда. Ну, в заключение вопрос, что ждет людей 29-го числа на закрытии, на подтверждение торжественных итогов? И есть ли понимание, какой конкурс у вас будет следующий? Или, может быть, есть какие-то еще инициативы и проекты, которые мы в ближайшие дни увидим? Мы продолжаем наш проект «Аллея спортивной славы». Какой конкурс, мы еще подумаем, будет. По сути дела, это даже складывается с мнения участников наших конкурсов, которые проходили. Они в общении, скажем так, изъявляют желание, какой бы конкурс привести дальше. Мы ориентируемся на... Такой социальный запрос, надо сказать, да? Да. На наших участников, на наших тренеров, на наших спортсменов, что бы они хотели увидеть в следующем конкурсе. Вот как раз «Ты лучший» он, наверное, поможет выявить не только какие-то спортивные качества, но и показать человека с большой буквой. Потому что голосование, которое проходит, это общественное голосование, это может любой проголосовать за своего друга по команде, товарища, тот как раз покажет человеческие качества. Награждения у нас, не знаю, все площадки достаточно достойные, известные в городе. Награждения будут приходить и наши олимпийцы, и известные спортсмены награждать. Это будет проходить при поддержке Комитета по физической культуре и спорту, молодежной политике. Будут определенные грамоты, награды от комитетов. Ну и ценные подарки. Опять же, вот, кстати, вот Павел сказал, что тренер увидел себя в метро. На социальной рекламе, да? Да, на социальной рекламе было. Лучшие тренера вот в первом проекте нашем, они практически три месяца висели и ориентировали своих учеников, ребят, в метро. Нет ли у вас желания сделать этот проект федеральным? Это федеральный проект идет. Но так как все-таки мы располагаемся в Санкт-Петербурге, конечно, больше участников и живущих в Санкт-Петербурге, в этом регионе. Но во всех проектах могут и принимали участие даже с других городов. Кто-то победил? Да, побеждали. Побеждали. Давайте резюмируем. Я понимаю, что сейчас идет голосование. Где конкретно и как проголосовать за понравившегося тебе спортсмена? Голосуйте на сайте Ты лучший РФ. Выбирайте своего любимого спортсмена, лучшего друга, хорошего человека. Голосуйте, отдавайте свои голоса. Спасибо большое, что нашли возможность сегодня к нам прийти. Мы с радостью будем освещать и дальнейшие ваши инициативы. Ну и, я думаю, 29 числа надо будет обязательно прийти и посмотреть на лучших. Спасибо вам большое. Друзья, в студии Город Плюс был Николай Кононов, учредитель конкурса Ты лучший, руководитель Центра культуры и спорта Северный Дракон и Павел Коржавых, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу. Редактор субтитров А.Семкин